Привет, друзья! Сегодня у меня 80-я пробежка. На самом деле, очень интересное событие. По простой причине, что буквально 3 месяца назад, когда я начал бегать, это был апрель месяц, нарисовав на карте Google дистанцию в 5 километров, я думал, что это что-то такое невероятное, и что с этого просто можно сойти с ума. Вот. Однако сейчас, вот уже на протяжении последних двух месяцев, я бегаю по 6-7-8 километров ежедневно с одним официальным выходным, если можно так выразиться. Вот. И, в общем, вполне, вполне это все дело нормальное, и для организма. Организм привык. Вот. Вопрос, конечно, был в мотивациях. Если изначально я поставил мотивацией сброс веса 2-3 года назад, мотивация такая нифига не срабатывала. Хватало на 2-3 пробежки и все. Вот. Сейчас, конечно, это более... Сейчас это более комплексный подход. Вот. То есть, параметр сброса веса оказался, как ни странно, лишь одним из многих. То есть, на самом деле, это похоже немножечко на камушки, на которых ты стоишь. Если у тебя только один камушек, то он может, в общем-то, запросто утопиться. И если ставить себе в качестве мотиватора для бега только сброс веса, там, буквально, не знаю, через несколько пробежек, через несколько дней, эта мотивация может просто пропасть. Потому что, ну, организму тяжело сначала настроиться и так далее. Вот. Поэтому очень хорошо сделать... Очень хорошо сделать несколько мотиваторов. Вот. И в качестве этих мотиваторов дополнительных... Я создал как раз альбом на Фейсбуке, где стал выкладывать эти постоянные фотографии, которыми сложно было для себя придумать оправдание, почему бы я сегодня, допустим, не пробежал. Вот. Следующим моментом... Это, конечно, замечательная программа Рантестик. Собственно, у Найка вот сейчас тоже есть подобная. Но мне почему-то Рантестик нравится пока больше. Вот. Программа, которая в реальном времени мониторит всю статистику, которая присутствует во время бега, включая... Включая даже такие параметры, как карта. То есть в реальном времени я вижу, как я бегу, куда я бегу. И после пробежки я всегда могу посмотреть, собственно, тот маршрут, к которому проходил. Вот. Вот. Соответственно, если эту штуку выкладывать ежедневно, вот, то таким же образом можно смотреть определенную статистику, определенный прогресс каждой сессии, которую пробежал. Что еще из интересного момента? Конечно, очень цена ваша поддержка. Очень цены те комментарии, те лайки, которые вы ставите на те фотографии, которые я выкладываю. Соответственно, когда... Несколько раз уже даже такое было, когда, допустим, пробежку совершал позже, чем обычно, ребята писали, блин, ну где же сегодняшняя фотография? Вот. Таким образом, дополнительно мотивировав на пробежку. Вот. Еще один момент, о котором я тоже писал, преимущество вот этих вот именно утренних пробежек заключается в том, что за те 40-50 минут, которые... которые удаются пробежать, я успеваю побывать у двух прудов, в двух-трех парках, там, на различных улицах, в метро, у метро. То есть, таким образом, приходя домой, создается удивительное ощущение, что прошел уже такой мини-день. А на самом деле, большой-то, в общем-то, основной день только начинается. И вот это количество впечатлений, концентрированное и архивированное, которое попадает в мозг, в сознание, оно удивительным образом тормошит, будет и настраивает на очень такой энергичный лад. Вот. И я уже говорил о весе, да? Вот с весом тоже произошла очень интересная... очень интересная такая динамика, да? То есть, начиная с конца апреля, когда мой вес достиг удивительной отметки в 107 килограмм. Вот. А это, соответственно, ряха вот здесь, это пузо, это... В общем, при том, что даже у меня там рост 189-190, в общем, это было все не очень приятно. Плюс, ну, соответственно, было тяжело довольно. Вот. Соответственно, сейчас... Вот сейчас прийду, замерю, но после пробежек вес достигает порядка 97-96 килограмм. То есть, в общем-то, за 3 месяца без особых каких-то диет скинуто... скинуто десятка, 10 килограмм. Вот. Что еще интересно с точки зрения мотиваторов? С точки зрения мотиваторов интересна еще вот такая вещь. наушники и, собственно, сам телефон. То есть, почему-то мне долгое время было сложно себя настроить на то, чтобы играла какая-то музыка в ушах в этот момент. Меня это очень сильно раздражало, так как отключало от внешнего мира. Это был один момент. Вот. Но это даже был не самый главный. Самый главный момент заключался в том, что наушники постоянно вываливались. Вот. И каждый... Там, не знаю, каждую минуту приходилось их поправлять. Все дико бесило, дико отвлекало. И поэтому, попробовав там один или два раза пробежаться с наушниками, я их выкинул. Ну, одним словом, выкинул этот процесс пробежки. Вот. Соответственно, следующим решением... Да, и в общем, при том, что я очень люблю слушать музыку различного жанра, в данном случае меня почему-то это не мотивировало совершенно. И лучшим мотиватором здесь, как ни странно, стали книжки. То есть, аудиокниги в формате mp3 или аудиобукс, который есть вот в iTunes, Apple-овском. Вот. И вот это действительно явилось для меня мотиватором, мотиватором для того, чтобы я купил наушники вот с такими штуками, которые цепляются сейчас, которые цепляются на ухо. Вот. Соответственно, вот эту штуку мы цепляем вот таким образом. Вот. И во время бега она нормально сидит в ухе, она не дает хороших, прям супер таких басов. Но для прослушивания книг это, в общем, не важно. И, как ни странно, пробежка приобретает еще один мотиватор, да, то есть хочется послушать две-три лишних главы. Сейчас я слушаю как раз, дослушаю уже практически книжку Айзекстена про Стива Джобса, его биографию. Собственно, чрезвычайно интересная книженция, совершенно интересная жизнь человека. Ну и к тому же я уже в течение восьми лет большой поклонник компании Apple. Вот. И, в общем, мне это все очень интересно. Вот. И напоследок хочу сказать еще такую вещь интересную. на прошлой неделе я первый раз попробовал пробежаться десять километров. И вот, конечно, десять километров, даже при том, что я несколько раз до этого бежал уже восемь, это оказалось каким-то таким психологическим рубежом. психологическим рубежом, потому как еще лет, наверное, пятнадцать назад, больше даже, в институте у меня был один знакомый, который говорил, что он ежедневно бегает по десятке. И тогда для меня это казалось просто совершеннейшим космосом. Соответственно, осилив эту дистанцию, причем, ну, в таком достаточно плановом режиме, день до этого я бежал, день после этого я бежал, для меня, конечно, был очень сильный психологический фактор, то, что это возможно. Это возможно для человека, который буквально три месяца назад с трудом преодолевал полтора километра, два километра. То есть важно просто верить в себя, важно находить вот эту грань между того, что ты физически можешь, того, что ты можешь психологически и вот этими отмазками, которые частенько мы для себя находим. Вот. И бег, это напоследок скажу такую вещь, что для себя я определил, что бег это очень хорошая модель достижений других своих целей, которые ставишь себе в жизни. Безусловно, их важно поставить изначально. Это очень непростой процесс, в особенности, когда этим никогда не занимался. но иногда бывает непонятно, с какой стороны подойти вот к этой стене. Непонятно бывает, где ключик находится. Так вот, бег, по крайней мере для меня, я думаю, что не только для меня, для многих людей, может стать именно тем ключиком к к тем достижениям, которых они могут добиться и достигнуть в жизни. Вот. Как бы вот это не звучало так пафосно, на самом деле, это действительно так. То есть, то количество эндорфина, которое вырабатывается в процессе задавать интенсивного движения. Вот. А как известно, эндорфин, это гормон счастья, вот, вырабатывается в нашем организме, и вот это счастье, вот эта вот страсть к успеху, страсть к достижению также способствует. Вот. Поэтому, поэтому, если вы не бегаете, то начинайте это делать и не бойтесь первых двух, трех, семи, десяти пробежек. Потому что после этого организм может начать болеть, может начать простужаться и так далее. Потому что он действительно вас испытывает. Испытывает ох, сейчас у нас там что-то включилось. Он вас испытывает на предмет действительно вашей заинтересованности в этом процессе. Потому что для организма это совершенно новое состояние. Поэтому не останавливайтесь. Это очень важно. Продолжайте, пускай вы будете бегать по чуть-чуть, по километру, по два. Потом потихонечку увеличивать дистанцию. Главное, не останавливайтесь. И напоследок хочу, конечно, поблагодарить Леонида Бугаева как человека в первую очередь заразившего меня приучившего меня как ни странно вот к этому бегу в рамках того вебинара, который проводил Max Effect и также своим личным примером на его личных выступлениях. за это ему просто респект фантастический и самое главное, что он сам не останавливается, он сам продолжает продолжает бегать, продолжает также мотивировать и стимулировать людей, при этом совмещая с огромным количеством других своих достижений и дел. Вот. Все, ребят, спасибо и увидимся, я думаю, на какой-нибудь еще 90-й пробежке. Да, сегодня была 80-я пробежка у меня. Вот так, все, пока, спасибо.